Отвратительное качество и внешний вид, низкие потребительские свойства, пониженное содержание белка и микроэлементов, отбеливатели и химические улучшители, и в конце концов никуда не годный вкус. Все это не что иное, как описание национального российского продукта хлеба. Большинство семей в России уже ощутило на себе тот факт, что с хлебом происходит что-то не то. Паршивое качество и вкус хлеба, сделанного в России, вызывает откровенное недоумение граждан. Так в чем же все-таки дело? А вот в чем. Россияне едят хлеб, сделанный из фуражной пшеницы низкого качества, пятого класса, которым обычно кормят животных и птицу. Именно поэтому хлеб в России сегодня такой отвратительный. Если раньше об этом можно было строить лишь догадки, то сейчас производители зерна и хлеба открыто признались в использовании фуража. Принятием закона о техническом регулировании в 2004 году у нас все ГОСК добровольные. Да, он существует, этот старый ГОСК, в котором записано, что нельзя использовать фуражную пшеницу на продовольственной цели, но его исполнять не обязательно. Это даже не нарушение законодательства и нормативов, понимаете, то, что происходит в текущей практике. То есть можно, в принципе, и фуражом чистого корма. Да. А действует это таким образом. Покупают там рядовую пшеницу четвертого класса, покупают какое-то количество для домеса фуражной пятого класса и чуть-чуть бросают улучшители с высоким содержанием клейковины. И по экономике получается дешевле, чем просто там испечь хлеб из муки, сделанной из пшеницы третьего класса. Самое примечательное, что это происходит как раз в разгар хваленого российского импортозамещения. Среди бодрой телевизионной лапши на уши о производстве собственного хамона и пармезана вдруг оказалось, что российского обывателя кормят хлебом из муки для скота. И все это на фоне рекордного урожая на зерновые в 2016 году, в котором, однако, наблюдался явный перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна. В прошлом году Россия впервые за десятки лет не произвела ни тонны пшеницы высших сортов. Если так пойдет и дальше, то в стране не останется нормального зерна для производства хлеба. Его, по сути, нет и сейчас, потому что пшеница более-менее сносного качества третьего и четвертого класса почти полностью экспортируется. Подобная продовольственная политика существует в России уже более сотни лет. Верхушка зарабатывает валюту, а русский мужик кормится лебедой или банально голодает. Слово сочетания «голодный экспорт» появилось не в 1933 году, как можно было подумать, а гораздо раньше. В 1891 году, когда резкий рост зернового экспорта вдруг совпал с неурожаем, министр финансов Российской империи Иван Вышнеградский обронил неосторожную фразу «Не доедим, но вывезем». Ну, сегодня, конечно, до этого еще не дошло, ведь россиянам просто скармливают фуражное зерно для свиней. Самое интересное, что подобную ситуацию хотят твердо узаконить. В Госдуму внесен законопроект, который должен позволить производить хлеб из муки для скота. Кушайте, россияне! Конечно, в этой ситуации есть экономическая составляющая. Хлеб – это электоральный продукт. Кремль ни в коем случае не может допустить подорожание хлеба и недовольство пролетариата, в то время как в связи с санкциями и сдержки на производство растут в разы. Хлебопекам остается лишь одно – брать дешевый фураж, бодяжить его с химией и впаривать россиянам под видом хлеба. Те счастливцы в России, которые имеют средства и возможность выезда в цивилизованные страны, скучают за вкусной европейской выпечкой. И как они мечтают, возвратившись в свои Саратовы, о настоящих круассанах и хрустящих корочках на белом хлебе. Девочки, я вернусь жирной. Подайте мне, пожалуйста, карету в аэропорт, которая бы ввестила вообще все это. Поговаривают, что те немногие российские туристы, которые бывают в Украине, обязательно увозят на родину несколько батонов белого ароматного киевского хлеба. Россия – щедрая душа. Суррогатный хлеб из муки для скота. Из корыта к вашему столу. Зато, как говорится, Крым наш. Ну-ну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова